Издательство «Книга вслух» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Микула Селенинович Ранним утром, ранним солнышком, собрался Вольга брать дань и подати с городов торговых Курчевца до Ореховца. Села дружина на добрых коней, на каурах жеребчиков и в путь отправилась. Выехали молодцы в чистое поле, в широкое раздолье, и услышали в поле пахаря. Пашет пахарь в поле, посвистывает, лемехи по камешкам почиркивают, будто пахарь где-то рядышком в саху ведет. Едут молодцы к пахарю, едут день до вечера, они могут до него доскакать. Слышно, как пахарь посвистывает, слышно, как сошка поскрипывает, как лемешки почиркивают, а самого пахаря и глазом не видать. Едут молодцы другой день до вечера, так же все пахарь посвистывает, сошенька поскрипывает, лемешки почиркивают, а пахаря нет как нет. Третий день идет к вечеру, тут только молодцы до пахаря доехали. Пашет пахарь, понукивает, на кобылку свою погукивает, борозды кладет, как рвы глубокие, из земли дубы вывертывает, камни валуны в сторону отбрасывает. Только кудри у пахаря качаются, шелком по плечам рассыпаются. А кобылка у пахаря немудрая, а саха у него кленовая, гужи шелковые. Подивился на него Вольга, поклонился пахарю. Говорю, здравствуй, добрый человек в поле трудничек. Здоров будь, Вольга Всеславьевич. Куда путь держишь? Еду в город Гурчевец да Ореховец собирать с торговых людей дани подати. Эх, Вольга Всеславьевич, в тех городах живут все разбойники. Дерут шкуру с бедного пахаря, собирают за проезд по дорогам пошлины. Я поехал туда соли купить, закупил соли три мешка, каждый мешок сто пудов, положил на кобылку серую и домой к себе направился. Окружили меня люди торговые, стали брать с меня подорожные денежки. Чем я больше даю, тем им больше хочется. Рассердился я, разгневался, заплатил им шелковую плеткою. Ну, который стоял, тот сидит, а который сидел, тот лежит. Удивился Вольга, поклонился пахарю. Ай же ты, славный пахарь, могучий богатырь, поезжай ты со мной за товарища. Что ж, поеду, Вольга Всеславьевич, надо им наказ дать, других мужиков не обижать. Снял пахарь с сахи и гужи шелковые, распряг кобылку серую, сел на нее верхом и в путь отправился. Проскакали молотцы полпути. Говорит пахарь Вольге Всеславьевичу. Ох, неладное дело мы сделали, в борозде саху оставили. Ты пошли, молотцев дружинников, чтобы сошку из борозды выдернули. Землю бы с нее вытряхнули. Положили бы саху под ракитовый куст. Послал Вольга трех дружинников. Вертят сошку они так и сяк, они могут сошку от земли поднять. Послал Вольга десять витязей. Вертят сошку они в двадцать рук, они могут с места сдвинуть. Тут поехал Вольга со всей дружиной. Тридцать человек без единого облепили сошку со всех сторон. Понатужились, по колено в землю ушли, а сошку и наволос не сдвинули. Слез скобылки тут пахарь сам. Взялся за сошку одной рукой. Из земли ее выдернул. Из лемешков землю вытряхнул. Подхватил, да и махнул за ракитовый куст. Полетела саха до облако. Упала саха за ракитовый куст. В сырую землю по рукоятке ушла. Дело сделали и поехали богатыри дальше путем дорогою. Вот подъехали они под Гурчевиц до Ореховиц. А там люди торговые хитрые. Как увидели пахаря, подсекли бревна дубовые на мосту через речку Ореховиц. Чуть взошла дружина на мост, подломились бревна дубовые, Стали молодцы в реке тонуть, стала гибнуть дружина храбрая, Стали кони-люди на дно идти. Рассердились Вольга с Микулой, разгневались, Хлестнули своих добрых коней, в один скок реку перепрыгнули. Соскочили на тот бережок, да и начали злодеев чествовать. Пахарь плетью бьет, приговаривает. Эй, вы жадные люди торговые! Мужики города хлебом кормят, медом поят, А вы соли им жалеете? Вольга палицей жалует за дружинников, за богатырских коней. Стали люди гурчевецкие каяться. Вы простите нас за злодейство, за хитрости. Берите с нас, да не подайте, и пускай едут пахари за солью. Никто с них гроша не потребует. Взял Вольга с них, да не подайте, за двенадцать лет. И поехали богатыри домой. Спрашивает пахаря Вольга Всеславьевич. Ты скажи мне, русский богатырь, как зовут тебя, величают по отчеству. Поезжай ко мне, Вольга Всеславьевич, на мой крестьянский двор, Так узнаешь, как меня люди чествуют. Подъехали богатыри к полю. Вытащил пахарь сошеньку, распахал широкое полюшко, засеял золотым зерном. Еще заря горит, а у пахаря поле колосом шумит. Темная ночь идет, пахарь хлеб жнет. Утро вымолотил, к полудню вывеял, К обеду муки намолол, пироги завел. К вечеру созвал народ на почестен пир. Стали люди пироги есть, брагу пить, да пахаря похваливать. Ай, спасибо тебе, Микула Селенинович!